Это итоги недели в студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Отечественные производители, всестороннее образование и яблоневые сады. У фермеров появилась возможность получить дополнительное финансирование. Что для этого нужно? Урок истории. В Беларуси масштабно отметили день Октябрьской революции. Это испахально историческое событие. Как это было? Комфортная поездка. В стране ведут специальный кодекс для водителей. Чтобы корректно в случае какой-то нестандартной ситуации повести себя. С чем это связано? Плюс для города. В Бобруске готовят к воду в эксплуатацию новую котельную. И экономически, и финансово, и экологически выгодно для нашего города, для нашего населения. Какие преимущества? Густой смог, многочисленные ошибки и изумительное сияние. На аукционе продали один из самых редких голубых бриллиантов в мире. Сколько карат у женской мечты? Когда едины, мы непобедимы. Александр Лукашенко провел встречу с представителями политических партий Беларуси. Президент обозначил главную задачу. Не разъединять, а объединять общество. Также он отметил, эти союзы смогут принести наибольшую пользу, если в полной мере будут представлять интересы граждан перед государством. Очень важно быть единым целым в связи с обстановкой в мире. К слову, не все политические объединения прошли перерегистрацию. Когда несколько лет назад мы заговорили о партийном строительстве, обозначил одно условие. Исключительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественного политического процесса. Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный. Сейчас в республике четыре действующие партии. Труда и справедливости, коммунистическая, либерально-демократическая и новая Белая Русь. Перерегистрация позволила очистить партийное поле от тех, чья деятельность была направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны. Александр Лукашенко напомнил, главная составляющая успеха – идея, кадры и дисциплина. Партиям еще предстоит по-настоящему завоевать доверие белорусов. Важно избегать стереотипного шаблонного мышления, идти своим путем. Так в чем сила Беларуси? Смотрите далее. Юрий Владимирович, здравствуйте. Чем сегодня живет коммунистическая партия? Чем занимаетесь? Какие цели перед собой ставите? Ну, конечно, цели серьезные, учитывая то, что те постулаты, которые были приняты еще в Советском Союзе, а там были серьезные постулаты, серьезные были цели, они, в принципе, сохранились, только они немножко трансформировались более в современный вид, будем так говорить. Ну, естественно, мы как строили общество, так и строим общество социальной направленности. Естественно, мы как помогали государству через своих представителей на всех уровнях, так мы это и продолжаем делать. Мы как формировали политическую волю, так и продолжаем формировать. Мы как формировали политическое сознание и убеждение людей, мы так это продолжаем и делать. Понимаете, мы... Но самая главная цель – это, конечно, построение социализма. развитого, значит, будем говорить так, социализма, развитого социального общества, будем так говорить, естественно, через соответствующие, будем говорить так, признаки равноправия, коллективизма, чувства достоинства, патриотизма и так далее и тому подобное. Ведь все эти слова – это не просто слова, которые звучали раньше, это просто слова, которые воплощались в жизнь. И мы до сих пор и продолжаем это делать, и продолжаем эти слова воплощать, и пытаемся это делать. И, в принципе, я хочу вам сказать, что мы же влияем на государство через определенные структуры, например, во властных структурах. Если, например, на сегодняшний день, например, в палате представителей находится 14 коммунистов. Это немало, я вам хочу сказать. Если по закону можно было создать фракцию, то можно было уже образовалась бы и фракция в палате представителей. И точно так же на местных уровнях, как в областных советах, так и в городских советах. Вот это и остается основной целью, задачей для нашей коммунистической партии. Конечно, на сегодняшний день наших коммунистов сегодня 105 человек в городе Бобруйске. Это и не мало, но это и немного. Я вам хочу сказать, что мы прошли успешную перерегистрацию в Министерство юстиции. Естественно, подвели итоги этой перерегистрации, потому что были кое-какие определенные вопросы. И поставили задачи на будущее. Естественно, о будущем нас ждет серьезная электоральная кампания, которая пройдет в 2024 году, и мы, конечно, будем в ней участвовать. А как считаете, насколько стране нужны политические партии? Ну, я вам хочу сказать, что мы, наверное, единственная республика, которая, может быть, так сильно и не выстраивала политическую систему в части, касающей политических партий. И вот сейчас происходит вот это вот, будем говорить, так сказать, формирование, значит, политического, так сказать, крыла, будем говорить, в части, касающего политических партий. Конечно, для республики Беларусь, может, и не надо 15 политических партий, как это было ранее. Прошли перерегистрацию 4 партии. Я считаю, может, этого и достаточно. У нас нет конкуренции с другими партиями. Мы с ними не конкурируем. Мы вообще-то делаем одну работу. Мы строим республику Беларусь как развитое государство, самостоятельное государство, которое получило, кстати, еще и благодаря, может, и революции свою независимость. Поэтому мы едины в одном, что мы должны построить сильную, процветающую республику Беларусь. Поэтому нам хватит 4 политические партии, которые будут в политическом поле работать и осуществлять свою деятельность. Я думаю, что этого предела достаточно. Хорошо. Как считаете, в чем сила Беларуси и ее внешней политики? Дело в том, что... А давайте вспомним историю. Республика Беларусь – единственная страна, которая сохранила все предприятия и производства. Сохранила сельское хозяйство. Сохранила деревню. А этого что, мало? Ну, давайте дальше скажем. Стройте социальные объекты, школы, больницы. У нас мир и спокойствие. Что еще надо, чтобы это нарушить? А многого не надо. Понимаете, у нас приветствуются все конфессии. Мы живем в мире и в спокойствии. Мы не преследуем людей по вероисповеданию и по национальному признаку. Понимаете, мы с ними дружим, общаемся, разговариваем. Либо он армянин, либо он грузин, либо он еврей. Понимаете? Поэтому, может, мы этим и отличаемся своим самосознанием крепким и сильным. А может, даже в частности патриотизмом, в том, что мы не даем нашу республику разорвать на части. Как это сейчас происходит на Украине. К сожалению. Да, и надо прямо сказать, что если это утратится, если мы самоуспокоимся в этом плане, то поверьте, не будем мы ничего этого видеть. И потом мы будем кивать на кого-то, будем кого-то обвинять. Но мы в пропасть упадем, и в такую пропасть, что дальше некуда. И тогда о нашей независимости надо будет просто забыть. И этим еще мы сильны. То, что мы все-таки независимости, как бы ни было. Понимаете? Мы не ждем там какого-то доллара зеленого, и от него не зависим. Мы зависим только от себя, от своих людей, от своей гражданской позиции, которая должна присутствовать у всех людей. Я считаю, что этого вполне достаточно. Скорая на помощь. Губернатор Могилевской области вручил ключи от 47 автомобилей учреждениям здравоохранения. Машины, приобретенные за средства областного бюджета, отправились в районы, в том числе и Бобруйск. Их стоимость более 2 миллионов рублей. В регионе с каждым годом выделяется все больше финансов на обновление больниц и поликлиник. Ну а новый транспорт – существенная помощь в работе медиков. Органы местного самоуправления делают всё для того, чтобы обеспечить возможность здоровья населения по одной простой причине. Потому что чем меньше наши люди будут болеть, и чем быстрее они будут выздоравливать, тем будет лучше для всех. На болевых точках медицины, напомним, остановились во время майского совещания у главы государства. Повысить эффективность системы здравоохранения, навести порядок в медучреждениях, решить кадровые вопросы. Провести работу над ошибками предстоит до 1 января. В этом году здравоохранение получило новые подспорья в виде новых корпусов инфекционного, который построен на территории больницы номер один. В виде корпуса лучевой терапии, которым давно нуждался уже онкологический диспансер. Кроме этого, начинали и продолжают ремонтироваться такие крупные объекты, как Шкловская центральная районная больница, Охотимская центральная районная больница, Чериковская центральная районная больница. Начинаются проектные работы по больнице Марзона в городе Бобруйске с пристроительственного корпуса. Обсуждение сноса четырёхэтажного хирургического здания и строительства нового и становится темой рабочего визита председателя Могилёвского обл. исполкома. Это один из ключевых объектов области, на который выделяются финансы. По проекту предусмотрено 8 рабочих этажей с современным оборудованием. Встреча прошла конструктивно. На следующей неделе к нам заезжают подрядчики для подготовительных работ. И по проекту организации строительства демонтаж старого хирургического корпуса у нас начнётся с середины ноября до конца января следующего года. Согласно предпроектной документации, сумма составляет всего в целом проекта. Снос объекта и строительство нового восьмиэтажного корпуса составляет 201 миллион 21 тысяча. Хирургический корпус построен в 1972-м. Тогда он был главным. Помимо нескольких отделений, здесь работала и администрация учреждения. Но время стремительно идёт вперёд. Технологии развиваются, и здание нуждается в апгрейде, который позволит быстро и качественно оказывать медицинскую помощь. Пока у нас всё складывается. Есть заказчик, есть подрядчик, есть финансовые средства. То есть, сегодня надо ускоряться, сегодня надо быстро делать. Это большой город, и он имеет большое значение как для нашей региона, так и для Республики Беларусь. Оборудование для установления точного диагноза. РНПЦ – высокотехнологичные операции. По многим показателям Беларусь в мировом топе. Всё просто. Качественная медицина и здоровая нация – залог безопасности всего государства. Президент особо акцентирует внимание всех ответственных. Качество оказания медпомощи должно быть на высоте. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. История сквозь десятилетия. Беларусь масштабно отметила день Октябрьской революции. В каждом уголке прошли торжественные митинги и праздничные концерты. В стороне не осталась и славная традиция – открытие социально значимых объектов. О том, как это было, Елизавета Липеева. Красный день календаря. Так и не иначе о нём говорят в народе. 7 ноября – день Октябрьской революции. События 1917-го стали одними из самых значительных в 20 веке и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Это испахально историческое событие. Республика Беларусь масштаба в составе Советского Союза, а впоследствии стала независимым государством. Поэтому это праздник как исторический, и праздник, который нужно отмечать. Тем более, этот праздник в Советской войне имел свои традиции. Спустя 106 лет о событии такого масштаба знают, помнят и чтят. Бобруйск по традиции это утро встречает на площади Ленина. Цветы к памятнику вождя мирового пролетариата несут представители Коммунистической партии, исполнительной власти и общественности. Для людей нашего поколения это можно считать основной праздник. Мы выросли под этим флагом, мы выросли под эти песни, мы выросли под этот праздник. Это наш воистину народный праздник. Замечательный, светлый, торжественный. Это олицетворение нашей юности, нашей молодости, потому что у нас одна родина СССР. И я благодарна нашему президенту за то, что он сохранил этот праздник для нас, для последующих поколений, потому что историю забывать нельзя. Это замечательный праздник, который пришел к нам из истории. Этот праздник действительно дал народу всего бывшего Советского Союза право на свободу, равенство и братство. И еще самое главное из вот этой истории, этот праздник всегда отмечался в каждой семье. Из года в год передается добрая традиция открывать в этот день значимые социальные объекты. В торжественной обстановке красную ленту перерезают в микрорайоне Киселевичи. Новую дорогу первыми оценивают дети. Улицу называют в честь генерал-лейтенанта танковых войск, героя Советского Союза Михаила Панова. Его подразделение принимало участие в освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. День 7 ноября оторвали вместе с папой красный лист календаря. На этом сюрпризы не заканчиваются. На бульваре молодежном в подарок маленьким непоседам детская спортивная игровая площадка. 1700 квадратных метров с безопасным покрытием и множеством современного оборудования. Тренажеры, качели, лесенки, горка становятся местом притяжения для ребят со всего микрорайона. Я с моей сестрой буду всегда сюда приходить. Можно рядом с домом ходить гулять. А детям здесь будет интересно. Ворота хорошие, поле удобное. Здоровье прежде всего. И сколько здесь деток, и эта площадка будет у нас востребована. Мы открывали улицу на Ума в мае месяце. Действительно, эта транспортная антерия стала для этого микрорайона. До конца этого года ожидается еще одно значимое событие. В Киселевичах вновь зазвучит звонкий смех. Откроется детский сад на 240 мест. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Министерство иностранных дел предлагает белорусским предприятиям увереннее отстаивать свое место под солнцем на внешнем рынке. Отечественные производители часто сталкиваются с агрессивным настроем своих конкурентов. В первую очередь это касается машиностроения, бытовой техники, стекловолокна. Белорусы в обязательном порядке должны оплатить налоги до 15 ноября. Всего около 3,5 миллионов человек. В списке транспортной, земельной и на недвижимость. Выставленную сумму можно посмотреть в ЕРИП или в личном кабинете плательщика. В 2024-м, напомню, платежи планируют объединить в единый имущественный сбор. Белорусские школы обзаведутся новыми факультативами. Учащиеся восьмых-десятых классов смогут ознакомиться с изами таких профессий, как архитектура и дизайн, робототехника, современные компьютерные технологии. Уроки нацелены на развитие интеллектуальной и творческой сторон учащихся. В будущем эти занятия могут помочь с выбором рабочей специальности. У белорусских фермеров есть возможность получить финансирование на закладку яблоневых садов. Программа разработана в рамках инициативы «Аграрный бизнес». Чтобы взять деньги, необходимо подать заявку в Минсельхоз. Участвовать могут все желающие, от небольших фермерских хозяйств до крупных организаций. Средства выдаются на конкурсной основе. В этом году отечественный авторынок вырос почти на 500%. В прошлом месяце белорусы купили 2360 новых машин. В лидеры вырвалась марка «Джели», продана 1600 экземпляров. С начала 2023-го вырисовывается устойчивая тенденция роста продаж. Такими темпами к концу года показатели рынка могут достичь 25 тысяч авто. Экологичное тепло. В конце мая в Бобруске началось строительство новой котельной. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию. У современного источника тепла ряд существенных преимуществ. Подробности далее. Новая котельная гордо возвышается на Семёнова, 32А. Из трубы уже виднеется лёгкий дым. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября. Современное здание будет обогревать буквально весь Форштадт. А это 14 многоквартирных жилых домов, учреждений, образования, общежития, порядка 15 частных строений и магазины. Объект для нашего города является довольно важным, потому что старая котельная, которая была построена ещё в 70-х годах, уже морально, экономически, физически устарела, поэтому возникла необходимая строительство. Это новая котельная. Современная система очистки воздуха, поэтому будет и экономически, и финансово, и экологически выгодно для нашего города, для нашего населения. И даст, конечно, свой эффект за год порядка 300 тысяч рублей экономии на импортном газу. Внутри сооружения остаются последние штрихи. Сейчас котлы белорусского производства работают в режиме пусконаладочных испытаний, по результатам которых будут определены оптимальные режимы нагрузки. В связи с вводом котельной в данном районе, у нас уменьшится себестоимость в два раза. Плюс уменьшатся потери. На сегодняшний день потери составляют 18%. В связи с вводом и пуском этой котельной потери будут составлять не больше 10%. В составе основного оборудования два котла, которые работают на местном экологичном виде топлива щепе. Общая тепловая мощность 4,9 мегаватт. Это очень грамотное и правильное государственное решение. Использование местных видов топлива – это одна из важных задач энергобезопасности страны. Соответственно, и государственная программа на 2021-2025 годы предусматривает строительство источников на местных видах топлива. Строительство таких источников происходит в центре нагрузок, уходит необходимость в длинных тепловых сетях, сокращаются потери. И современное оборудование, в основном отечественного производства, позволяет размещать такие котельные прямо вблизи жилых домов. Ещё одно значимое преимущество – на котлах установлены экономайзеры. Тепло от утилизации дымовых газов греет воздух, который поступает в зону горения в топке котла. Благодаря этому не только сокращается потребление импортируемых видов топлива, но и увеличивается эффективность использования щепы. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Свод правил. В Беларуси ведут специальный кодекс для водителей. Суть нововведения – в создании приятной атмосферы в салоне транспорта. Плюс это поможет избежать конфликтов с пассажирами. Благодаря памятке шофёры смогут правильно реагировать на непредвиденные ситуации. А сами поездки станут более комфортными. Рекомендуется не обращаться к людям на «ты», не разговаривать на личные темы о политике и религии. Я считаю, что это, конечно, должно было бы навести порядок в отношениях между пассажирами и водителями, кондукторами. Будет не лишним еще раз, чтобы водитель знал тоже свои обязанности, какие-то функциональные обязанности, чтобы корректно в случае какой-то нестандартной ситуации повести себя. Также прописаны правила внешнего вида. Например, рекомендуется носить бейдж и размещать информацию о себе в поле зрения клиента, быть пунктуальными и просить пассажиров пристегнуться. В скором времени Межрегиональная ассоциация перевозчиков передаст памятки по их прямому назначению. Масштабное наводнение, операционная система и страшная бедность. В Германии выросло число бездомных. С чем это связано? Далее громкие заголовки мировых новостей. Жители Индии ненадолго попрощались с Тадж-Махалом. Одну из главных достопримечательностей страны окутал густой смог. От него страдают не только здания, но также люди и бюджет страны. Власти сообщают об угрозе туристическому сектору. С похожей проблемой столкнулись и жители пакистанского Лахора. Пелена не проходит уже несколько недель. Индекс качества воздуха почти втрое превышает допустимую норму. В Германии выросло число бездомных. Без крыши над головой остаются около 600 тысяч человек. Это на 50% больше, чем в 2022-м. Показатели значительно увеличились из-за потока иностранцев. Но все-таки большая часть нищих – местные жители. Среди них свыше 20% имели долги за аренду и коммунальные платежи, а 16% остались нищим после развода. Компания Apple приостановила разработку новых операционных систем для своих продуктов. Это связано с решением сосредоточить внимание на уже существующих многочисленных ошибках в ранних версиях. Актуальные обновления вышли месяц назад, но полны недочетов. Из-за этого пользователи жалуются на нестабильность и плохую производительность. Свыше 300 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных наводнений в Сомали. Из-за сильных ливней многие реки вышли из берегов и бурные потоки воды хлынули на улицы городов. 29 жителей погибли. Стихийное бедствие на востоке Африки – самое крупное за последние десятилетия. Власти пока не могут даже приблизительно оценить ущерб, нанесенный одному из беднейших государств мира. На аукционе продали один из самых редких голубых бриллиантов в мире. На момент торгов он весил больше 17,5 карат. Цена – почти 44 миллиона долларов. Эксперты отмечают, уникальность камня заключается в насыщенном цвете и грушевидной форме. Также были реализованы десятки ювелирных украшений на общую сумму свыше 77 миллионов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Дмитрий Вчеренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова